Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом? Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада снова видеть вас на уроке церковно-славянского языка. Давайте перед занятием все вместе помолимся Богу, да благословит Он нас на учение. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, благослови. Сегодня, ребята, мы будем говорить о знаках препинания в церковно-славянском языке. Ну-ка проверим, помните ли вы современные знаки препинания? Можете назвать? Давайте вместе. Точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, многоточие, восклицательный знак, вопросительный знак. Ребята, церковно-славянские знаки препинания по начертанию схожи с современными, но некоторые из них имеют другое значение. Сейчас, друзья, мы с вами, как настоящие ученые-филологи, проведем научное исследование. Для этого откроем молитвослов. Давайте прочитаем первые слова главной молитвы всех христиан «Отче наш». И особое внимание обратим на знаки препинания. Так мы обращаемся к Богу, Отцу Небесному. Посмотрите, друзья, слова «Отче», «Светица», «Царствие» написаны под титлом. Итак, какие же знаки препинания мы здесь видим? Вот запятые. Они стоят в середине предложения, разделяют его на смысловые отрезки, как в русском языке. Обращение к Отцу Небесному завершается восклицательным знаком. Мы поставили бы его и в русском предложении, правда? Точка в конце указывает на то, что это предложение повествовательное, точно так же, как в русском языке. Какой еще знак мы не назвали? Двоеточие. В церковно-славянском тексте оно употребляется так же, как и в русском. А еще отделяет друг от друга части большого сложного предложения, как здесь, в нашей молитве. Но есть у двоеточия еще одна особенная роль. По древней традиции в богослужебных книгах молитвы, которые часто повторяются, пишутся не полностью, а только их первые слова с двоеточием. Можно сказать, что в этом случае славянское двоеточие играет роль русского многоточия. Например, если написано «слава», надо произнести «слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Если написано «и ныне», то следует читать «и ныне и присно и во веки веков. Аминь». А если написано «слава и ныне» с двоеточием в конце, то славословие Богу читается целиком. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь». Так же может выглядеть, например, указание на молитву «Отче наш». Если вы увидите первые слова этой молитвы с двоеточием, то я уверена, что вы не растеряйтесь и прочтете ее целиком наизусть. Ребята, готовясь к причастию святых христовых тайн, верующие читают правила ко святому причащению. Я думаю, многие из вас уже исполняют это важное молитвенное правило вместе со взрослыми. В это правило входит 23-й псалом. В нем прославляется царь славы, Христос Спаситель. Давайте сейчас прочитаем фразу из этого псалма. «Кто есть сей царь славы?» – спрашивает псаломопевец Давид. И отвечает. «Господь сил, то есть царь славы». Давайте переведем это предложение. «Кто этот царь славы?» – «Господь сил, он царь славы». Обратите внимание, ребята, слово «царь» пишется под титлом, потому что имеется в виду Бог. «Силы» – это силы небесные, ангелы. «Господь сил» – это Бог, царствующий над всем миром, видимым и невидимым. А теперь посмотрите. В конце вопросительного предложения – точка с запятой. Именно так в церковно-славянском языке пишется вопросительный знак. Непривычно, правда? Такое обозначение вопросительного знака пришло к нам из греческого языка. И если хорошенько приглядеться к современному вопросительному знаку, то мы увидим, что это и есть те же точки с запятой, только теперь они поменялись местами. Запомните это, ребята. Ну вот, друзья, мы познакомились с церковно-славянскими знаками припинания. Повторим самое главное. Первое. Если мы видим начальные слова молитвы с двоеточьем, это значит, что мы должны прочитать ее полностью. И второе, что обязательно нужно запомнить. Русскому вопросительному знаку в церковно-славянском языке соответствует точка с запятой. Не перепутайте. А сейчас я прощаюсь с вами. Встретимся через неделю. Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok